Игнатий Диханович, я тут на работе. Я с вами связаться, у вас был договор на вчера с вами связаться, у меня не получилось. Может перенесем или я смогу сейчас вам перезвонить после молитвы? Ну молитва закончилась, все, можешь сейчас позвонить. Еще у меня как раз время есть тут. Все, благодарю. Так ты можешь сейчас и говорить, и все. Остальные пускай отходят. Если кто желает останется, говори. Запись оставить? Да, ну как хочешь. Все, с вами я простился со всеми, один Анатолий остался. Говори, Анатолий. Что-то ушел где-то. Ну ладно. Ну, видимо, отошел, сейчас выйдет отдельно на вас. Нет, 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 я здесь. Ну давайте говорите, у нас нету тайны. Как мне себя сейчас вести по отношению к жене, к детям? Ну я вам рассказал сразу как. С позиции вечности рассматривайте, что вы умрете, в чем будете каяться. Вот это первый вопрос надо разрешить. Особенно где вы понимаете, что виновность ваша доказана. Это в первую очередь. Поправить все, вернуть прежнее уже невозможно. Ну, дальше молитва. Молитва и образ жизни, соответствующий тому, что мы считаем в Евангелии. Эти вопросы решать надо не завтра, прямо сегодня, сразу. И не только по телефону там брякнуть, а желательно съездить. Примут, не примут где. Побеседовать, поговорить, сказать. Сказать, возьми с собой этот материал. Я буду... Да. Я могу говорить. Смысл в том, что я разговаривал. Я объяснял, что нужно покаяться, принести покаяние. В смысле, при детях это все, ну, как урегулировать. Потому что у меня двое старших, и младше у меня сейчас 11 лет. Вот. И смысл в том, что, ну, она на броне стоит. На своей позиции в Благовещенске. Набирает кучу долгов. В ипотеку залезла. Ну, вот такие вот дела. А зачем же она? Зачем же она? Должник делается рабом-заимодавца. Какая ей нужда? Я понимаю, наш староста залез в долг. Комбайн убирать они не на чем. Ну, и взял долг. 10 миллионов. А теперь только за кредит, за то, то, что дали. Миллион двести тысяч надо заплатить. Ну, вот я про что и говорю. Я ей объясняю. Я уговаривал всячески. Объяснял. Ну, как согласен ее простить, принять. Но она дальше на позиции своей стоит на этой. Ну, ты ее не справишь. Ты ей сказал, и отойди. Отпустите ее или как? За них не плати никак. Не надо. Они залезли там, где можно было без этого обойтись. Это уборка, урожай. Запись. Это звук. Ты не бойся признаться, что ты... Геннадий Тихонович, вы заикаетесь, вы ответьте. Он записи прослушивает тогда. Да. Вопрос в чем? Связь у него плохая. Он говорит, что приливисто идет ваша речь. Он говорит, что вы говорите, а я потом запихи... Тогда я сейчас видео у себя отключу. Да, давай, говори вот так. Без видео. Может, легче будет. Вот, сейчас нормально это самое. Смысл в том, что я за них-то, естественно, платить не буду. Потому что там долгов куча. Плюс, народился старший ребенок. Тоже в съемной квартире они там живут с мужем, с которым произошел конфликт, если помните. Да, помню. Ну, и смысл в том, что, я говорю, она все более усложняет ситуацию. А я уже ничего сделать не могу. Мне остается только ждать, когда они упадут до дна, а потом их отскорябывать оттуда. Я не знаю, что делать. Тебе делать не надо. Это тебя не касается. Они отделенные и сами знают, что делать. Зачем ты заставишь себе это в обязанность? Ну, все, понял, благодарю. Полностью отошли, не рубля. Она вышла замуж, муж у нее теперь есть. Зачем тебе бьешься об лед, как рыба? Делай свое дело. Молись для Бога. Трудись. Жизнь-то прошла колесом сломанным. Да, да. И поэтому ты нигде не старайся как-то что-то там уменьшить. Я вот такой-то занятый. Ты лишний не сцепляй на себя. Вот, батюшки, времени нет. Я говорю осла, которого привели ко Христу, он сел на него. Но если бы навешали разные ящики от пива пустые там, где бы Христос сел? Так и наши эти заботы. Я для него, я осел. Он на мне сел. Осел, ослица, это еврейский народ. А осленок, это языческие народы, которые еще не носили Игоря Христова на себе. И поэтому на осленке может сидеть только Христос. Почему я должен теперь на себя взваливать то, что они там нагородили? Все понял. Ну, также прошу ваших молитв, поддержки. И вот последний еще вопрос, Игнатий Тихонович. По поводу весны отпуск у меня будет. Может, я буду чем-то полезен. И в последующем, если у меня тут усложнится на приходе обстоятельства или в епархии, Ну, там уже по факту. Я ближе к весне тогда с вами свяжусь, как Бог у нас. Хорошо? Я вам маршрутку высылал. Если будет желание, то другое. И речь пойдет о крещении. Слышно, нет? Сейчас слышно? Слышно, нет? Все, не слышно? Вот это, видишь как. Не слышно? Я спрашиваю. Как тогда в записи звука нет. Всего доброго. Ладно, я вам маршрутку дал. Перед поездкой посмотрим, будет она действована или нет. Поэтому и вопрос о твоем крещении еще не решен. И ты особенно к священнику не резь. Вот именно. Говори с ним тогда. Посчитать книгу, что и назад. Все, понял. Ну, связь плохая. Честно говоря, в записи прослушаю. И позже там свяжемся. Хорошо? Так, все, все. Я посылаю тебе. Всего доброго. С Богом, давай. С Богом. Все, с Богом. С Богом. С Богом.